Микс Ньюс Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слышите меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков Здравствуйте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не Дома управления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господина Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос А кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться И председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартир Сергей Сидорко у нас на связи по скайпу Доброе утро Здравствуйте Алло, доброе утро Слышно ли нас? Доброе утро Да, все замечательно Связь есть Ну и поскольку мы говорим по скайпу У нас работают телефонные линии 67212-93-9 67213-93-9 Ваши вопросы вы можете задавать Господин Сидорко Ну и, ну, наверное, начнем с того Что изменилось за эту неделю С какими, ну, я не знаю, вызовами Сталкиваются Дома управления В той ситуации, в которой вот мы сейчас находимся Что происходит Приспособились Нашлись дезинфицирующие средства Люди работают Единственное, что мы приостановили Обслуживание в квартирах То есть А что это значит, обслуживание в квартирах? Дело в том, что мы больше Ну, не идем в квартиры По плановым случаям То есть Что-то Производятся работы По замене счетчиков Неважно Излишнее посещение квартир Мы приостановили Очень плохо, к сожалению Вот у нас связь пропадает Возникают проблемы со связью Ну, то есть Получается Сейчас лучше будет? Да Сейчас лучше Да, сейчас лучше Слушай вас Да Ну, и Можно ли Сказать, что Тогда, если какая-то аварийная ситуация Что делать? Ну, например На это время С такими большими аварийами Как решаются вопросы Например, я вдруг задумался Общее собрание жильцов Для принятия какого-то крупного решения Сейчас собрать его невозможно Поскольку запрещено собираться В большом количестве людей Вот, например, дом Дому требуются какие-то решить Насущные проблемы Как это Какой механизм сейчас работает? Ну, он и до этого Работал Мы нередко очень использовали Механизм для собрания Для принятия решений Обычно это делается по методам опроса Создается специальный анкет И в определенном порядке Рассылается И люди голосуют У нас есть пока звонок На телефонную линию Здравствуйте Слушаем вас Доброе утро Господин Федорко Вот Конкретный вопрос Допустим У меня срок замены Счет Подходит В условиях пандемии Какие санкции Я же не могу Сейчас, вы говорите Вызвать мастера Чтобы он их заменил Какие санкции На меня будут Накладывать Если я Их не заменю вовремя Спасибо Спасибо Никаких санкций Есть Распоряжение Правительства И В том числе Там упомянуто Что замена счетчиков Откладывается То есть Как только будет Снята пандемия Там Вот эти ограничения Вам следует Заявиться В домовремене И получить Услугу Да Единственное Что Господин Федорко Можно сделать В рамках Радиоприемник Потише Потому что У нас идет Эхо Спасибо Ну и Я еще раз напомню Телефоны В нашей студии 67212 939 67213 939 Пишите нам Задавайте вопросы Также и По номеру Ватсап 2306191 2306191 Все вопросы Которые касаются Коммунального Хозяйства Насколько Вот вопрос Сейчас Завершился Месяц Вот Как С оплатой То есть Я понимаю Что Сейчас мы Начнем сталкиваться С ситуацией Когда многие люди Или потеряли работу Или Их отправили В неоплачиваемый Отпуск Или Их ожидает Сокращение Зарплаты И Все это Ну конечно Накладывает Определенные Сложности С оплатой Вот именно Коммунальных Платежей Ну я бы сказал К моему удивлению Марта Очень высокая Платежная Дисциплина Даже Возникло Такое ощущение Что люди Помни предыдущий Кризис И Более тщательно Относятся К этому вопросу Более ответственно Единственное Сейчас Возникла Проблема У пенсионеров Которые Пользовались Ну Наличными Расчетами Или пользовались С услугами Банков И почты Для оплаты Коммунальных И сейчас Все эти отделения Позакрывались Но Приходится Искать Другие Способы Как можно Предоставить Им Возможность А что Это могут Быть за Способы Если вдруг Один из Способов Сейчас Это Система Которая Приема Платежей Коммунальных Максим Ну а мы Своим Людям Также Повестили Что Не будет Ничего страшного Если Они Немножко Задержатся Платежами Как Происходит Ситуация Вот например С помещениями Которые Занимали Офисы И Сейчас Я понимаю Многие Компании Переходят На удаленную Работу То есть Для них К сожалению Не скажу Ничего У меня В моей Практике Таких Помещений Нет Но То что Слышал От коллег Это нужно К другим Людям Обращаться Там Достаточно Все Тоскливо Ну то есть Получается Что Эти Компании Скорее Всего Будут Закрываться Уходить Из Помещений Я думаю Что там Будут Свои Проблемы Но Вообще Все То что Мы Говорим С вами Про Экономику Это Начнет Проявляться Месяц Через два Я думаю Не раньше Сейчас Очень рано Говорить Или Если Это Быстро Закончится То Возможно Ну Не так Тяжелые Последствия Будут Но Тем не менее Сейчас Пока у людей Есть еще Настроение И запас Рано Об этом Говорить Вывоз Мусора Здесь Нет Никаких Проблем То есть Учитывая Тоже Опять-таки Защитные С предложением Дело в том Что договора Которые Прислали Они Опять-таки Подразумевают Хотя Формально Это все Направлено На борьбу С Количеством Мусора Произведенную Сортировку И так далее На самом деле Допустим В договоре Открываю Предлагаемые Поставщиком Услуги Написано Что вы Должны Оплатить Плановый Объем Мусора Если вдруг Вам удалось Сократить Количество Мусора Высер Но его Должны Оплатить Плановый Объем Такие Казусы Скажем То же Самое Что с Полиэтиленовыми Пакетами Давайте Поднимем Стоимость Пакетов Кто получает Прибыток От этого Никто Не знает Так и Здесь Вы должны Оплатить Плановый Объем Мусора Сокращение Счетов В меньшую Сторону Не может Быть Такие Моменты Которые Всегда Были Очень Спорными Что такое Объем Мусора И так далее Но с мусором Надо Сейчас Не было Проблемы Как таковой Вообще Все это Было В стакане Воды Потому что Прекрасно Справлялись Те компании Которые Были Ну и сейчас Установили Локальное Монополие С мусором То есть Один район Риги Монопольное Предприятие У нас Есть звонок Здравствуйте Доброе утро Пожалуйста Вы в эфире Добрый день Скажите пожалуйста Принято ли Решение Правительства По продлению Собраний Собственников Квартир Не собственников Членов Кооперативных Обществ По подведению И утверждению Гада Парска Годового Отчета За 19-й год Спасибо Ну Налоговая По крайней мере Служба Госдоходов Оповестила О том Что преддевает Срок сдачи Потому что Вопрос актуальный Отчетные Собрания Сейчас Состоятся Не могут И к сожалению Новый закон Предусматривает Только одну форму Отверждения Годового Отчета И распределения Прибыли Это очное Собрание Так что Не знаю Мы на самом деле Подготовили Свой годовой Отчет Прошли Аудит Председателем Председателем Объемы Объемы Мусора Домом доме Таких Таких Обязан Обязанных Собственников Метов Я понимаю Не выгуливают Муниципальную Куда-то А не мне А какие это люди Какой это департамент Этим Задевается Ну формально Департамент Жилья Там Кто еще Не знаю Но на самом деле Тут вопрос Немножко глубже С мусором И то что Олег начал Задавать нам Вопрос По поводу того Что какие-то Изменения Я могу сказать Что такое Плановый объем Вот люди Дома сидят Плановый объем Это Мы должны Сейчас Седомоуправления Сообщить Поставщику Типа В этой Услуги График Вывоза То есть сколько дней Какого объема Контейнера И сколько раз К ним подъезжать К этим контейнерам К сожалению Человек Если человек Независимо Есть сегодня Обстоятельства Чрезвычайные Или нет Человек Не может Производить Одинаковое количество Мусора Каждый Он то побольше То поменьше То есть есть Какая-то Периодичность Оптимально Если бы стояло И у нас стояло До этого Мы Предыдущий договор Был заключен На фиксированные Объем Который мы По определенной Методике С поставщиком Услуги Утвердили И мы платили За этот фиксированный Объем На количество Контейнеров У нас стояло Больше Чем фиксированный Объем Так можно Выражаться И В этом случае Если Допустим Был такой день Когда люди Шли За покупками Производили Ну Выкидывали Побольше Мусор То У нас Были Резервные Емкости Сейчас Нас Опять От этого Отталкивают Будем Вынуждены Ставить Минимальный Объем Чтобы Не Переплачивать В Дни Средние А когда Будет Какой-то Трафик Повышен Ну Значит Будет Поляться Мусор В Бак Ну Вот Я как раз И хотел На эту Тему Поговорить Что Действительно Ведь Получается Люди Сейчас В основном Сидят Дома И Может Тот Мусор Который Они Производили На Работе Сейчас Вынуждены Будучи И Обедать Готовить Обеды Дома На всю Семью Этого Мусора Может Количество Увеличится Тогда Получается Понимаете Тут Масса Вопросов Все равно Остается Контейнеры Общедоступны Значит Могут Люди С другого Дома Ну По логистике Им выгоднее Идти туда Они идут И бросают Подъезжают Машины Бросают Вообще Если Кто-то Хотел Бы Отрегулировать Вопрос По Мусору То Тогда Наверное Надо было Чтобы Это Все-таки Была Услугой Для Всех Для Думы Потому что На сегодняшний день Мне пишут В договоре Что Япл заключает Договор На оказание Услуги Это Пункт Один Услуга Заключается В обхозяйствовании Мусорных И расписывается Там Очень много Умного А на самом деле Пишут так Что С момента Как подъехал Мусоровоз Контейнер То весь Мусор Переходит В собственность Фирмы Тогда вопрос А какую Мне услугу Оказывают По вывозу Я Фактически Предоставляю Место Для Контейнеров И Призываю Людей Чтобы они Складывали Туда Чужую Собственность В чем Моя Услуга Я понимаю Что мы Должны За этот Процесс Платить Но Как И Кто Должен Быть Заказчиком И Что Там Мне Рассказывают Что Будут Площадки Сортировки Где-то Это Кто Пойдет Сортированным Мусором Где-то За 5 Километров Бросать Этот Мусор Очень Много Неясного В этом Вопрос И Более Того Здесь Предыдущий Радиослушатель Звонил Вам Прав За 30 Лет Понимание Вопроса Не Поменялось Ни на Грамм Слушатель Спрашивает Нас Вот Через Ватсап Добрый День Должен ли Ригас Нам Пар Волниекс Дезинфицировать Подъезды И Как Часто Значит Да Домоуправление Должны Существлять Дезинфекцию Как Часто Такой Конкретной Рекомендации Нету К счастью Своему Я обнаружил Что у нас На сайте Центра Защиты Здоровья Так По-моему Это называется Веселый По сопротивству На Айсердеписцентр Там Появилась Инструкция По содержанию Помещений Общего Пользования Уже С указанием Эффективных Дезинфицирующих Средств Какие Основные Вещества Должны Быть И Какие Концентрации Должны Применяться И средства Защиты Это все Есть Так что Я не вижу Какой-то особой Проблемы Почему мы Не можем Дезинфицировать Я могу Сказать В нашем Кооперативе Мы делаем Это Дважды В день С поверхности Такие Где Люди Часто Прикасаются Дверные Ручки Почтовые Ящики Панели Лифтов Это делается Два раза в день Да Но это же Требует Дополнительных Расходов То есть Это Дезинфицирующие Необходимо Я еще раз повторю Спасибо Нашим Дворникам Хотя Эти вещества Не очень Приятны В обращении Не очень Полезны Для здоровья Тем не менее Наши Дворники Согласны Обязательно Сыграть Понимая Общую Ситуацию Объем Это Объем Работы Так Ну тут Ирина Отправила Нам Сообщение Но его Успела Удалить Поэтому тогда Я не буду Его зачитывать Там касалось Что-то Каких-то Махинаций Где Под видом Аварийных Ремонтов Вымогались Деньги Но Я посмотрел Что даже Сама ссылка Которую нам Прислала Ирина Она Я понимаю Была удалена Очевидно Эта информация Все-таки Недостоверная 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Это телефоны Прямого эфира Я напомню Что у нас Продолжается Программа Добро пожаловаться Председатель правления Товарищество Центр консультации Собственников квартир Сергей Сидорко Готов ответить На ваши вопросы Вы можете Также писать На номер 2 3 0 6 1 9 1 Насколько Вот Эта ситуация Может затянуться Ну то есть Вот если мы Говорим о том Сколько месяцев Еще готовы Домоуправления Вот Работать В таком В режиме Чрезвычайной ситуации Не может ли Возникнуть Какой-то Сложной ситуации Давайте Вот опять-таки Сначала Примем Звонок По телефону Здравствуйте Здравствуйте Я бы Вот опять Хотел Вернуться К теме Мусора И Хочу Вот просто Своё мнение Сказать Что Мне кажется Что вот Это новое Положение По вывозу Мусора Это такая же Афера Как С обязательной Компонентой Закупки Почему Потому что Вот допустим Что касается Старой части города Вот Мы живем Не в старом городе Но в исторической части Так скажем Где очень маленькие Дворы И Ну колодцы Так называемые Вот у нас Достаточно Большой дом У нас стоит Четыре Больших Контейнера Значит Которые Вывозились Раньше Два раза В неделю И они Заполнялись Теперь вот Значит Господин Там выступал У вас На радио Какой-то Который От мусорной Компании Он говорил Что надо будет Ставить Контейнеры Для бумаги Для Упаковки Всякой Там Бутылок Значит У нас был Такой эксперимент У нас Дом управления Поставило Ригасному Парал Вот такой Контейнер Он Моментально Заполняется Значит Фирма Которая Должна Это вывозить Якобы Бесплатно Она График Не соблюдает Она Это не Вывозит В итоге Народ Все равно Начинает Потом Эту бумагу Упаковку И все Такое Кидать В общедоступные Контейнеры Которые Предназначены Для других Отходов Которые Якобы Заплату Должны Вывозиться И более Редко Они Переполняются И в итоге Даже то что у нас Как бы в качестве Эксперимента Наверное Было во дворе Не прижилось Вот А значит Мне хочется Задать вопрос Не только Рижской думе Ну и Политическим партиям Послушайте Ну уже Прием Пластиковых Бутылок Там Стекла Повесу Во всех Странах Вот Скандинавии Там идешь В любой Супермаркет И у тебя С удовольствием За деньги Даже Тебе У тебя Принимают Вот это Дело Даже Бумагу Раньше были Пункты Приема Макулатуры Куда народ Там за какие-то Сантимы Все было чисто Значит Поэтому я считаю Что Вот Данное Изменение В вывозе мусора Это мафиозное решение Вот И просто Через некоторое время Мы будем иметь Огромные скандалы Я Прогнозирую Вот у нас Колоссальный Рост Платы За вывоз Спасибо Как можно Прокомментировать Комментировать Не могу Я могу сказать Одно Только что На самом деле Сортировать Мусор Придется Если у вас Во дворе Не прижилось Но очень печально Но мы провели Вот По весне Вернее зимой Провели Компанию После нового года О том Что все-таки Сортировать надо И разместили Дополнительные Сортировочные Контейнеры Я вижу Что они Заполняются Да Вывозятся Может быть Не всегда Регулярно Может быть Говорят о том Что Иногда Бывает Случай Что машина Та же Что забирает Мусор Она подхватывала И сортирование Но это уже проблема Той компании Если такие случаи Есть Это проблема Той компании Которая Предоставляет Услуги На самом деле Мы от сортировки Мусора Никуда не Денемся Потому что На самом деле Нам надо Думать о том Что мы Утилизацию Сортированного Мусора Оплатили Через всякие Дабы Сорвисов Снодок На упаковку И так далее То есть Это не благотворительная Акция Что этот Мусор Сортированный Вывозят Бесплатно Он уже Это оплаченная Услуга Мы просто Отказываясь Сортировать Дважды Платим За одно и то же Это тоже Нужно Учитывать Сортировать Идется И то что Это сокращает Объемы Платного Мусора Это тоже факт Но надо Привыкать К новой реальности Относительно Того что Там афера Не афера Я просто Не понимаю Немножко другого Нету Никакой конкуренции За что Битва Шла Ну одна Фирма На всю Ригу Четыре фирмы Или три фирмы На всю Ригу Ну какая разница Если ты привязан Жестко к одной фирме Все равно Диктовать И качество услуги Если допустим Всего завтра Фирма Которая мне Навязала Сегодня сверху По результатам Конкурса Ригическая дума Будет работать Плохо То у меня Ни по договору Ни по другим Механизмам Никаких возможностей На них воздействовать Единственное В опитиве В сторону Ну в данный момент Администратор Ригической думы Что ваша выбранная Фирма Работает Плохо Ну вот Даже конфликты Никакого рассмотреть Невозможно Потому что Идет ссылка Сразу Во всех договорах На условия Конкурса Условия конкурса И конкурсное положение По-моему Нигде не публиковалось С чем бороться Как бороться Как будет Качество Существляться Не знаю Все мы надеемся На доброе слово Ну вот Возвращаясь К моему вопросу Режим Чрезвычайной Ситуации Как долго Может выдержать Этот режим Ну вот Нынешнее Существующее Положение Дел с Домоуправлениями Ну давайте Мы возьмем Так Мы не включены Ни в какие Списки там Необходимых Служб Которые должны Работать В отличие Там от спасателей И так далее Но тем не менее Домоуправление Само по себе Оно не может Прекратить Работу Ни на секунду Прошу прощения Водоснабжение Канализация Отопление Частота Санитарное состояние Домов Должны поддерживаться Ежедневно Нравится это Кому-то Не нравится Так что Мы будем Работать До последнего Единственное Что если Вот уже Ну скажем так Ну вот Поставщик услуги Рига Силтумс Они объявили Что на период Чрезвычайного положения Если у жителей Будут возникать Задолженности По оплате Их услуг Они не будут применять Штрафные санкции Но и не будут Отключать От Поставок Ну по всей видимости Это до определенного Объема Конечно То есть тотальные Неплатежи Никто не допустит Будем надеяться Что мы пройдем Этот период И люди без услуги Не останутся Сколько Ну если Резервы будут Исчерпаны Наверное Правительство Должно будет Вмешиваться Ирина прислала Нам Еще Я понимаю Такой даже Не вопрос Тут сначала Просто ссылка На цитируемые правила Кабинета министров Номер 1013 О ликвидации Потери воды В многоквартирном доме Просит прокомментировать Но вот В первом же Вот 30-м пункте Если в течение Трех месяцев Подряд В доме Образуется разница Показаний воды Превышающей 20 процентов То управляющий Обязан Выяснить причины Причем выяснить Это в течение Двух месяцев Такой разницы Показаний Проинформировать владельцев Квартир О том Что сделано Для уменьшения Потерь Но вот Насколько это Я понимаю Жизненное Насколько это Притворяется И выполняется Значит я Я разочарую Госпожу Ирину Потому что Я имею Собственный опыт Сейчас в нашем Кооперативе Я отвечу Так Мы все время Все Домоуправления Сообщили о том Что разница По воде Это проблема Технического характера Которая связана С установкой Разных счетчиков Разного срока Действия С разными От разных Ферм Разной точности И так далее И не одновременное Снятие показаний И единственный путь И я думаю Что все Собственники Квартиры Не могут Отрицать Что были Предупреждены Если мы Не хотим Дальше Чтобы была Разница По воде Нужно Привести Внутри Домовую Систему Учета Потребления Воды В порядок Мы В начале Этого года В своем Кооперативе Предложили Всем домам Установить Шетчики Нового поколения С устройствами Дистанционного Считывания Показаний По воде С каждой Квартиры Три дома Согласились Я могу вам сказать Так 90-квартирный дом Средняя Разница Показаний По воде После установки Этих Счетчиков От Трех До Девяти Метров Кубических В месяц На весь дом Вот вам и ответ На вопрос Значит Можно ссылаться На правила Кабинета Министров Что управляющий Пойдет Ожидать Что управляющий Пойдет Будет Ковыряться И смотреть На ваши счетчики Вы ничего не Если вам не нравится А могу ответить Четко и компетентно Если вам не нравится Разница по воде То нужно Либо договориться Всем домом И установить Схожие счетчики Чтобы они были Сопоставимы Это первое И одновременно Снимать показания И честно Без забывчивости А если вы до этого Договориться не можете То нужно Поменять Счетчики на новые Современные Которые можно считать И у вас не будет Разницы Здесь вопрос Ни воровства Ни утечек Ничего Здесь вопрос Чисто технический Устранить его можно Только техническими Среди странами Еще один вопрос Пришел Значит Если Как утверждает Господин Сидорко Дезинфекция Подъездов Лестничных клеток Перилы Даже дверных ручек Обязательно То почему В доме По улице Зебекстес 3 Ни на лестничных Площадках Ни в подъездах Никакой дезинфекции Не производилось Но это Домоуправление РНП Ну так же Какой вопрос Ко мне Ну да Я понимаю Что Является ли Это Если это Обязательно Куда жаловаться Есть распоряжение Кабинета министров Есть приказ Кабинета министров О том Что это должно Делаться Первое Что сделаете Обратитесь В РНП Второе Обратитесь Если РНП Не отвечает Держатель капитала Это администратор Редческий дом Там сейчас Новый Держатель капитала Я думаю Она быстро Разберется с этим В том числе Получается И дверные ручки Да Входят в число Конечно Но мы протираем Дверные ручки Перила Почтовые ящики Правда Не знаю почему Потому что Они индивидуальные Но в приказе Кабинета министров Так это указано Мы протираем И перила Да И лифтовые Панели То есть Те места Где наиболее часто Люди пользуются Более того Домоуправление По тому же приказу Должно было Вывесить На видном месте Перечень мероприятий По дезинфекции Которые она осуществляет Почему это не делается В конкретном доме Не знаю То есть Там должны быть Что это значит То есть Какой-то График Расписание Скажем Там Где отмечается В какое время Перечень С какой частотой И что Что дезинфицируется Вы говорили Что когда дом Переходит К новому Управляющему То управляющий Составляет договор Либо Со старшим Домом Либо С каждой Квартирой Вот какая разница Вот в этих Двух Видах Договоров И что И почему Управляющий Заключает Договора И со старшим И с квартирами Одновременно Какая в этом Цели Понял Отвечу Значит Обычно Когда дом Меняют управляющего Чтобы не было Споров о том Какой текст договора Должен быть И какие условия То обычно Договор обсуждается И утверждается На собрании Или на Путем опроса То есть Единый текст договора С едиными условиями И он подписывается Как правило Представителем От дома Или старший Как вы называете Ставший дом То есть В том же решении Написано В решении Либо собрания Либо протокола Написано Что рассмотрели Обсудили И утвердили Такой это текст договора Он прикладывается К этому решению И поручили Допустим Иванову Ивану Ивановичу Подписать От имени С собственников Квартиры Этот договор Это делается Для того Чтобы услуга Была единая Она понималась Для всех Одинаковая И этот договор Обязательно Для всех Собственников Независимо от того Подписал он Или нет Это первое Но по гражданскому закону Применение Скажем Штрафных санкций За отклонение От договора Невозможно Без индивидуального Соглашения Стороны И для этого Чтобы применять Против Против Должников Или нарушителей Договора Штрафные санкции Управляющие Стремятся От имени Собственников Потому что Штрафные санкции Прописаны В том первом Договоре Который утвержден От имени Собственников Заключить договор Уже с конкретным Лицом И если это лицо Будет нарушать Условия договора К нему Можно применять Индивидуальные Штрафные санкции В этом вся разница Больше там Никакой особенной Разной цены Ну что же Надеемся Ответили на ваш вопрос И Раз уж Вопросов Больше нет Говорим Большое спасибо Это была программа Я еще хотел сказать Что Запомните Что чрезвычайная Ситуация Не отменяет Необходимости Планировать Утверждать И производить Ремонтные работы Строительные работы Не запрещены Собрание Невозможно Но путем Опроса Можно принимать Решение О Производство Ремонтов И ремонты Нужно делать Не дай бог И чтобы мы Скажем так Под знаменем Чрезвычайной ситуации Пропустили бы Этот строительный сезон По приведению домов По подготовке домов К следующему Отопительному сезону Этот сезон Был очень мягким И очень благоприятным Для нас Природа нас Пожалела Хоть в этом Но в следующем году Может быть Все не так Просто Не так Хорошо Поэтому просьба Активно Откликаться На предложения Управляющих И рассматривать Не видеть Подлость В том Что мы предлагаем Отремонтировать То или иное место В вашем доме Может быть Все-таки Посмотреть на это Так что это нужно Если отказывается Подписывать Договор У владелец Квартиры То на него Просто не будут Распространяться Санкции Да и все Да Если он Не подписался То он не будет Платить Предусмотренные Там 2.02% За день Просрочки платежа Очень грубо Я говорю Примитивно А он будет Платить 6% Годовые Да Совершенно верно Все остальные Условия договора На него распространяются В полной мере Подписал ты его Или нет Если он утвержден На собрании То уже дальше Не важно И должен выполнять Абсолютно все Спрашивают Тут еще Пришел вопрос Как продолжение Вот Ригасному Парвалднекс По поводу Дезинфекции подъездов Задала вопрос В инфоцентр Ригасному Парвалднекс В течение Какого времени Мне должны дать Ответ Спрашивает Слушательница Ну вот этого Я не знаю К сожалению Там Сроки Сроки Какие Сроки Письменные Устный ответ Нужно давать Мне очень жалко Я не скажу Наверное Надо посмотреть Опять таки В инфоцентре Должны быть условия Как они должны Отвечать Или просто Еще раз Обратиться И спросить Уже Какая проблема Ответить на такой вопрос Когда будет Производить Дезинфекция Не должно быть Проблемы Месяцов Ну что же Спасибо большое Председатель правления Товарищества Центр консультации Собственников квартир Сергей Сидорко Спасибо вам большое Что отвечали На вопросы Наших слушателей Их накопилось Довольно много И тогда До встречи Через неделю Да Всего доброго